Ребята, всем привет! С вами Вика. Добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Виктория, мне 30 с чем-то лет, и я живу 17 лет в Германии, а то мы рассказываем о нашей жизни повседневной, чем мы тут занимаемся, как живем, что у нас интересного происходит. Так что оставайтесь на канале, если вам это интересно. Для стареньких. В общем, я забыла снять приветствие к прошлому видео, поэтому объявляю всем, что мы едем, как бы вы это увидите через одну секундочку, мы едем вот лет Оливер покупать летние вещи, потому что в нашем городе мы не смогли одеться к лету, обошли все магазины с тестами и без тестов, ничего не нашли, и была у нас такая надежда, что в Атлете мы нехило так закупимся, но смотрите сами, закупились мы или нет. Поехали! Ну что, ребятки, полтора часа и мы на месте, магазин находится в Баварии, и здесь, как оказалось, тестов никаких предъявлять не нужно. Магазин называется S.Oliver Outlet, и там продаются хорошие вещи по скидкам, то есть этой марке по очень хорошим скидкам, особенно там, когда сезон заканчивается, начинается новый. Но не в этом году видно, что нового товара очень мало, а старый совсем старый, в общем, особого выбора не было. Потом мы зашли в обувной магазин, тоже находится на этой же площадке, называется Salamander, но, как вы видите, тоже зимняя обувь в июне месяце, не особо привлекательный товар. Вот, также была небольшая лавка или небольшой отдел, но с очень-очень дешевой обувью, как вы видите, там 5-15 евро. В хорошие времена можно было даже что-то подобрать, но сейчас мы видим, да, что ничего особенного нет, ну и ко всему я такую обувь не ношу вообще, в принципе, хоть по скидке, хоть без. Одни все же я нашла, такие как босоножки, шлепки, я не знаю, что это, на платформе. Классно смотрится, очень удобно левой ноге, но, к сожалению, для правой очень сложно мне что-то подобрать, потому что у меня халикс вальгус, если я правильно назвала, то есть такая шишечка на ноге возле большого пальца. Очень удобные, красивые, стильные, модные, но вот именно в этом месте они давят, и я знаю заранее, что это будет мозоль, что это будет адская боль. Вот, а так стоит 35 евро, в принципе, очень демократичный прайс, можно было бы купить. Вот, хотела посмотреть кроссовки, и вот эти мне очень понравились, такая современная моделька, яркие, красивые, но неудобные, потому что это не спортивная марка обуви, а все остальные просто не умеют, по моему мнению, делать обувь, именно спортивную, именно для занятий спорта, но, да, дизайн классный, ничего не скажешь. Кстати, я заметила, что очень много желтых вещей, подскажите мне этот тренд. Так что в кроссовках я тоже ничего не нашла, все-таки Nike или Adidas, и другую обувь я не признаю. Потом я зашла в другой магазин Chigarie Weber, и здесь вообще полнейшее разочарование, какие-то старые, как будто даже заношенные вещи, но посмотрите сами, да, какие-то мустеры странные, ну, я понимаю, что это магазинчик для более старшего поколения, ну, как-то все в катышках. В общем, вот, презентирую вам наш улов, маечка номер один, классненько так на лево не сидится, с Оливера золотыми буковками, ну, вообще прям красота, да, нравится? Вот, сейчас скажу, сколько стоило. Ну, тут скидочка вообще небольшая, она стоила так 9,99, а так за 6,99. Но все равно неплохо, да? Какое все мято это. Ну, вообще классно смотрится, это вот для похода в школу, на школьника ты похож, класс, мне нравится. Да, Пола Ширт? Вообще завтра погладить бы это все. Так классненько, нравится? Да. Все, сам он себе выбирал полностью вещи, взрослый мальчик уже. Здесь тоже скидочка небольшая, но есть вот с 20 ойра на 14 ойра. Вот, и третья тоже Пола Ширт, тоже от Оливера, интересно, так воротничок, да, сделан? Голубенький, а рукавчики оранжевые. Тоже хорошенькая маечка, да? Ну, красавчик, в школу кто пойдет? Я. Лёва хочет в школу? Вообще нет, да? А еще месяц назад хочу в школу, хочу в школу. Месяц назад я хочу в другое. Ну, ладно, все, переодевайся, свободен. Спасибо за презентацию. Ну, и здесь вот стоило 30, мы купили за 20 ойра. Ну, 10 ойра скидка неплохо. Вот, ну и мама Леона купила себе целую одну вещь. Вот такую вот блузочку на пуговках. Не знаю, как вам лучше так вот показать, наверное. Вот, с коротеньким рукавчиком. В общем, это все, что я нашла на себя. И это такая редкость, потому что приезжая в отлет от S. Оливера, я обычно возвращалась прям с чемоданом вещей, одетой на весь сезон. А здесь, как и везде, старые вещи, маленький выбор, плохой выбор. То есть вообще не стоит, короче, ходить никуда, не ездить. Сегодня я уже залезла в интернет, в пару каталогов. Поназаказывала себе летних вещей. И надеюсь, что они скоро придут и будет примерочка. В общем, вот моя футболочка. Цвет вообще замечательный, такой нежный-нежный. И сама она такая тоненькая-тоненькая. Прям я люблю такие вещи на лето. Ее прям на себе не чувствуешь. Ну, и стоила она вот 24,99. Скидочка с 30 ойра, так скажем, да. На пуговках. Материал, я не знаю даже, что это за материал. Ну, вот. Все я вам показала, все рассказала. И теперь хотелось бы ответить на комментарии с предыдущего видео, где мы ходили в ресторан. Кто смотрел это видео? Это было ужасно, знаете. Ну, как, я сильно не стала, как бы, рассказывать об этом в прошлом видео. Да, я просто показала, как это есть на самом деле. И особенно россияне, да, которые меня смотрят, или люди из Казахстана, вот с такими глазами. Как, что? О, неужели правда, чтобы пойти в ресторан, нужно делать тест, да, ребята? Причем это было так стрёмно. Вот представляете, да, вы сидите в ресторане, а тут рядом кто-то пришел, его носу этой палочкой ковыряет, чтобы сдать этот грёбанный тест. Причем этот тест, это полная фикция. Потому что, ну, вы бы стали там себе аж вот туда в глотку лезть этой палкой? Нет, я тоже так... Все, потому что, ну, зачем оно мне надо, да? То есть это все только чисто для галочки. Причем мне очень жалко сотрудников этого ресторана. Они это сами не придумали, это придумали сверху, дали им указания. Они должны эти дурацкие правила соблюдать, следить за этим. Оно им надо, ведь за это не доплачивают. Вот, а еще ладно, мы пришли, спокойно сделали, сдали. А сколько таких людей, которые приходят с такими наездами? Мы это делать не будем, да что это такое? То же самое, что с масками, да? Я сама работаю в общественном месте, где в мои обязанности входит контроль, чтобы все были в масках, чтобы соблюдалась дистанция и прочее. Люди не хотят этого делать и сваливают как бы эту проблему, или нет, сваливают этот негатив на нас, простых рабочих, которые вообще к этому никакого отношения не имеют. То есть это для нас тоже лишний стресс, это для нас тоже лишняя работа. Но, к сожалению, это не все понимают, начинают скандалить, спорить. Я буду, я не буду. Ну, такой, знаете, детский сад получается. А по сути, мы являемся просто пешками, работники, да, в этой игре. Поэтому, как бы, я эту женщину тоже понимаю, официантку, да, я имею в виду, которой это вообще нафиг не надо. Никто, естественно, за нами как бы не следил. Просто нам продали, так, одним глазом посмотрели, сделали, и ладно, если придет контроль, и вот тесты они делали. Все. Очень это нехорошо, и когда все это закончится, непонятно. Не знаю, для чего, для кого все это надо. Ну, неужели, да, ребята, которые живут в России, я смотрю, нету вообще как будто этой короны. Огромные праздники, мероприятия, последние звонки, в конце концов, я посмотрела каждый, наверное, последний звонок, на кого я подписана, на всех моих подписчиков, с таким превеликим удовольствием. У детей был праздник, дети живут, наши же дети. Они ничего не видели в этом году, у них вот 7 месяцев тишины, вакуум. Неужели это полезно для детской психики? Да, также, когда мы приехали в этот Оливер, он находится не на нашей земле, а в Байроне. По сути, да, от нас чуть больше 100 километров, но там уже другие законы. Мы отстояли огромную очередь, я не знаю, минут 20 мы стояли. И на входе нам сказали, что вы не в тех масках находитесь, медицинская не подходит, нужна вот эта вот F2. У нас, допустим, без разницы, лишь бы была медицинская. То есть, по началу, когда была корона, было вообще без разницы, какая. Да хоть с платочком заходи. Потом все-таки объявили, нужна медицинская, потому что обычно неэффективная. Мы все давай скупать эти медицинские. Теперь, значит, в Баварии вот такие только маски носят. Ну, блин, в чем отличие этой F2 от медицинской маски? В принципе, это одно и то же. Если медики ходят и аберируют в этих масках, и она считается безопасной, лучше мне на эту тему не начинать даже разговаривать, потому что я, видите, аж покраснела, меня злость берет. Вот, теперь у меня начинается работа, и мне придется ходить в этой маске. Кстати, кстати, я говорила, что мы открываемся со следующей недели, но тут счастье привалило. Даже не знаю, как вам об этом-то рассказать. В общем, я еду в командировку и начинаю свой рабочий день. Нет, свою рабочую жизнь, я так думаю. Я надеюсь, что больше ничего закрываться не будет. Я начинаю уже с завтрашнего дня. Я сейчас собираю активно чемодан. В общем, предложили, я не отказалась. Вернее, как бы я подняла руку, да, я хочу, но что это за курс фристики сегодня мне сказали, завтра я уже еду. Я положила трубку и так. Я еду в командировку после семи месяцев вакуума. Да ладно? Если бы кто-то смотрел мое прошлое видео, я на работу, просто на работу собиралась два с половиной часа. Все, я разучилась, разучилась просто быть собранной и быстро собираться. Ой, как долго мне на... Сутки, наверное, у меня сутки удует на сборы. Я даже не представляю, что мне с собой брать. Это, во-первых, ладно, чемодан. Во-вторых, мне кажется, ребятки там, с кем я работаю, ушки вот так закройте. Я не помню, в чем суть моей работы заключается. В общем, ну, в этом месте я уже была, я уже работала. Но это было так давно, наверное, год назад или полтора года назад. В принципе, ну, в каждом филиале у нас все одинаково. То есть даже мебель практически вся одинаковая. Поэтому системы тоже все одинаковые. Ну, может быть, где-то свет по-другому включается, выключается. Ну, я даже, как у нас, не помню. Не знаю, смеюсь сама над собой. Вот так бывает. Поэтому завтра я отправляюсь. Мне нужно ехать еще 4 часа где-то. Ну, вообще 3. Ну, так же я не была очень давно на автобане. И гнать я не буду, потому что, ну, во-первых, у меня машина, она новая, но она очень медленная. То есть я специально брала для езды по городу, чтобы там было поменьше ПС, чтобы платить за нее было поменьше. Вот. Ну, на автобан она тоже годная, в принципе. Ну, я буду ехать медленно. На дорогу у меня уйдет часа 4, наверное. Вот, торопиться я не буду. В общем, смена у меня начинается с 6 вечера. И мне где-то за час нужно попасть уже на работу, чтобы осмотреться, понять, что к чему. Ну, часа будет более, чем достаточно. Вот. Так что, ребятки, следующей проблемой было, с кем оставить ребенка. Ну, в принципе, ему уже 14 лет. Он собирается сам. Да, кстати, хочу вот об этом тоже немножко рассказать. Как-то я обещала там о воспитании детей поговорить. Ну, может быть, вот сейчас пару слов скажу, как я своего ребенка воспитываю. Он у меня самостоятельный. То есть с детства я приучала его делать все самому. У него был такой период, ли он сам, ли он сам. И, короче, это так и осталось. Я говорю, хочешь сам, давай. Многие родители запрещают детям, допустим, заходить на кухню, включать плиту или еще что-то. Он же у нас там 4 года мог спокойно пожарить себе яйца и нарезать себе салат. Ну, конечно, под моим присмотром. Сейчас 14, он может на кухне абсолютно все. То есть любое блюдо, которое он захочет, он в интернете нашел. Пошаговый рецепт любой может сделать. И там кухню не сжечь. Я однажды разговаривала с одной коллегой, когда нашим детям было по 12 лет. У нее девочка, у нее мальчик. И я рассказывала, что я сейчас приду с работы, и меня ждет там вкусный ужин, потому что мой сыночек постарался. А у нее огромные глаза. Ты что, допускаешь своего ребенка на кухню? Ему же только 12, он же сожгет кухню. И как сожгет? Ну, знаете, чтобы сжечь кухню, не надо быть 12-летним ребенком. Я в 35 сожгла кухню второй раз, а первый лет в 30. То есть сжечь кухню можно в любом возрасте, вот что. 12 лет собираться в школу. Он тоже у нас собирается абсолютно самостоятельно. Я даже, ну, как бы уже года полтора, я даже утром не встаю по его просьбе. Потому что если я встала, значит, я начинаю его отвлекать, он там что-то забыл. Он любит, так же, как и я, он любит собираться в одиночестве. То есть он встал, у него полностью алгоритм действий свой. Он встал, умылся, покушал или наоборот, собрал себе завтрак, рассчитал время. Он ни разу в жизни не опоздал в школу сам, ни разу. Вот до такой степени он может рассчитывать. Я считаю, для 14 лет это перфект. Причем сейчас 14, а он собирается в школу сам в середине 4 класса. Да. И он сам в середине 4 класса ездил на автобусе в школу самостоятельно. Для меня это, конечно, было то еще испытание, потому что, ну, все равно маленький. Еще для меня это сколько ему лет? 9 было, да? С 9 лет он сам полностью утром собрался, покушал, позавтракал и пошел. И это не от того, что я ленивая мама и я не хочу. Нет. До 4 класса я его и в садик водила, и в школу возила. Но я-то опоздун. Он в папу, он точно не в маму. И вот как раз таки, когда я его возила в школу, мы частенько опаздывали. Ну, он, вернее, опаздывал. Вот. И после там 2-3 раза, когда получил нагоняю уже от учителя, он пришел домой и сказал, Мама, все, с этого дня я собираюсь в школу сам. Вот видишь часы? Я говорю, почему он? Видишь часы? Вот здесь ты просыпаешься, вот здесь тебе надо накреститься, вот здесь тебе надо собраться, вот здесь нам надо завести машину. Машина была еще старая и была такая, знаете, то заведется, то нет, а то и замерзнет. А здесь я попадаю в школу. А теперь смотри на мои часы и давай показывать, как он собирается. Я говорю, давай попробуем. Ну, конечно, там первые недели я прям блюдила, как что, я и вставала с ним, и кормила, и завтрак. Потом вот он мне сказал, мама, все, я сам, не надо, ты мне мешаешь утром. Ну и слава богу, ну и красота, правильно? Вот. А потом я тоже устроилась на работу, и с утра он первый собирается, я ему не мешаю, потом я встаю быстренько, собираюсь и расходимся. Но иногда бывает, что вместе собираемся, я его отвожу в школу, потому что по пути. Так что вот, ребят, я так воспитываю, я за самостоятельность детей, я не боюсь доверять ему загрузить шпюльку, чтобы он, посудомоечную машину, чтобы он сам знал, как это делается. Я не боюсь дать ему постирать его белье, не боюсь дать погладить свое белье, не боюсь дать ему денег, чтобы он сходил в магазин и купил продукты, ну там по списку, без списка, что он считает нужным. Про воспитание я вам немножко рассказала. Конечно, многие воспитывают по-другому, то есть такие, есть такое понятие, как «хотель-мама», что для меня вообще неприемлемо, я сама воспитывалась по-другому, самостоятельно. В вопросе самообслуживания меня очень крепко так гоняли. То есть не только, что я была женщина, а просто девочка, да, что я человек, и каждый человек должен уметь за собой ухаживать, себе постирать, себе приготовить еду, убраться за собой, да, то есть такие какие-то элементарные навыки, я считаю, что хоть мужчине, хоть женщине они нужны, но не будет же он всю жизнь жить с мамой или когда-то он поедет штудировать, даже если он женится, я не хочу, чтобы он сел на диван, сложил лапки и такой, «Жена, принеси мне!» Нет, этого я хочу в последнюю очередь. То есть он должен все уметь делать для себя в первую очередь. Вот такое у меня мото. Не знаю, как получится. Конечно, он у нас очень ленивенький. Он же Леон, Лейн. Неправильно назвали. Вот, но если надо, он все прекрасно может организовать. Вот, ребятушки, так что пошла я собирать чемоданчик. Завтра я отправляюсь в путь. Надеюсь, возьму вас с собой. Я не знаю, там будет интернет или нет. Вот, ну а пока. Всех люблю, всех целую. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поставьте пальчик вверх. Ну и поделитесь, поделитесь ссылочкой на мой канал со своими друзьями. Возможно, им тоже понравится. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...